Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это очередное обращение к моим подписчикам. Вас уже больше четырёх тысяч. Прошлое обращение я делал, когда у меня было всего полторы тысячи подписчиков, так что вы увеличились в более чем в два раза, и пришла пора с вами поговорить. Тем более, что много скопилось вопросов, как всегда у меня список. Много тут всего. Позволарим. Вот его хранителем будет Пушкаш. Сидит тут рядом с ним. Кстати, вот микрофон и стойка, через которые я записываю своё видео, записываю голос на видео. Вот так это выглядит. Правда, я сижу не спиной к экрану, как сейчас, не спиной к компьютеру, а лицом тут у меня стул, и, в общем-то, вот моё рабочее место. Вот так оно выглядит. Можете посмотреть. Правда, сейчас я для записи видео немножко прибрал. Так-то оно, конечно, захламлено. Вообще, я хочу сказать, что я очень рад, что у меня увеличивается число подписчиков. Не быстро, но и немедленно потихоньку собираются люди. Я рад, что они у меня умная аудитория. Ну, это спасибо, конечно, играм, о которых я рассказываю. Естественно, привлекают умных людей. Не все могут в Циву поиграть. По статистике могу сказать, что у меня 65% моих подписчиков и зрителей, ну, я говорю про зрителей именно, потому что подписчиков и нету такой информации, а вот 65% зрителей за последний месяц – люди старше 25 лет. То есть это мои ровесники и люди, которые меня старше. Так что для меня это очень классно, я считаю. То есть состоявшиеся люди, которые старше 25 лет, и они тратят свое время на то, чтобы посмотреть мои видео, мне это очень приятно, потому что они знают, на что потратить свое время. У них наверняка уже есть семьи, и то, что они отдыхают, глядя мои какие-то туториалы, дуэли и так далее, и мне это очень приятно. Ну, начнем по порядку. Итак, самый частый вопрос, который у меня в комментариях появляется, который меня раздражает неимоверно каждый раз, когда он появляется – это вопрос «Когда новые видео?». В общем-то, это видео в основном, вот, мое обращение, будет посвящено ответу на этот вопрос. Уважаемые зрители, которые задают этот вопрос, что вы хотите прочитать в ответ, что я вам напишу завтра видео? Я не могу этого сделать, потому что, как только я делаю видео, я его сразу выкладываю. Я не держу ничего при себе, там, в закромах и по месяцам, чтобы только вам не показывать. Смысл вот моего канала, чтобы сделать видео и вам показать. Тут нету каких-то причин, чтобы задерживать видео. Вот, смотрите, вот компьютер. Вот это мой рабочий ноутбук. За ним я работаю. Здесь же я записываю, вот, видите, в данном случае это идет видео про религию. Записываю видео, тут их монтирую, вот, наговариваю текст, сверху рассказываю. Вот это мое рабочее место. Значит, чтобы сыграть просто игру в цивилизацию, просто сыграйте игру с кем-нибудь. Самая быстрая игра, там, и так далее, это 4 часа минимум. Это минимум 4 часа. Как вы понимаете, каждый день я не играю в цивилизацию, к сожалению, как бы мне этого не хотелось. Даже в выходные я постоянно в нее не играю. Мне приходится жить, представляете, кроме цивилизации. Поэтому я стараюсь так сыграть с моими соперниками, чтобы было что вам записать и показать. Но это, опять же, не всегда получается. Это не все игры так проходят, чтобы можно было что-то интересное показать и рассказать. Я не хочу делать летсплей, ты уже миллион раз говорил. Зачем? Вам это нужно? Не нужно. Мне это тоже не нужно. Я хочу показывать что-то необычное, что вам будет интересно смотреть. Итак, значит, сначала надо сыграть игру и записать ее на видео. Здесь начинается вторая проблема. Программа, которая записывает видео, в моем случае Фрапс, она пишет примерно 4 гигабайта, 4 гигабайта видео на 8 минут игры. Вот тебе посчитайте, сколько будет у меня на компьютере занимать одна игра, даже если она будет сыграна 4 часа. Примерно, посчитайте. У меня на этом ноутбуке вообще всего 500 гигабайт места. 500 гигабайт места. Я специально под игры, не под игры, а вот именно чтобы записывать видео, освободил 90 гигабайт. Я просто больше не могу. Все остальное место у меня занимают нужные мне программы. Ну, оно мне нужно. То есть у меня тут даже ни фильмов, ничего нет. 90 гигабайт. В процессе игры, когда я вижу, что у меня 90 гигабайт заполнено, вот у меня есть раз винчестер, это 250 гигабайт, по-моему. А вот у меня... Вот у меня два винчестер, это на терабайт. И вот в процессе игры, когда я вижу, что заполняется место, мало его осталось, я подключаю еще этот веник и начинаю скидывать то, что уже записалось, в это время идет игра, понимаете. У меня тормозит компьютер, тормозит ноутбук, тормаживает игра. Это, кстати, еще одна из причин, вот почему я по фастклику проиграю. Потому что у меня компьютер пишет видео, иногда я еще скидываю. Это только чтобы вам показать. То есть проблема в том, чтобы место сохранилось. Дальше. Я не комментирую видео в процессе игры. Потому что ты сидишь, играешь, у тебя должны быть мысли, сосредоточенные на игре. Я лучше потом смонтирую видео и наговорю его вам. То есть, вот предположим, опять же, минимальная игра там 4 часа. Даже дуэльные игры, давайте дуэльную какую-нибудь, там 2 часа возьмем игру, дуэльную. Быстро я победил, предположим. 2 часа. Вот мне эти 2 часа надо сначала просмотреть, смонтировать, убрать неинтересные моменты, а потом еще сверху наговорить текст. Вот посчитайте, сколько еще это времени занимает. При этом я должен параллельно еще где-то играть, еще работать. У меня есть своя работа. Семья, содержать семью и так далее и тому подобное. Вы представляете, да, масштаб работы. Но это все еще как бы не самое сложное. Теперь, после того, как произошел монтаж самого видео, мне надо его отрендерить в единый видеофайл. Так вот, вот на этом компьютере, ну это средний ноутбук, естественно, не топ-класс, покупался полтора года назад. Тогда он уже был средним. Значит, здесь видео на 2 часа рендерится в течение 4 часов. Понятно, что днем я ставить, рендерить видео не буду просто потому, что я работаю. Мне это мой рабочий ноутбук. Я на нем работаю, езжу вместе с ним. Он мне нужен для работы. Если я поставлю видео рендериться, то вся моя работа, которую я делаю, она просто встанет. Я ничего не смогу делать. Поэтому я ставлю рендеринг на ночь. Но проблема в том, что любой, кто занимается видео профессионально, вам расскажет об этом. Сейчас, один момент. Это еще кошка. У меня есть кошка, она глухая. Так вот, рендеринг занимает... Нет, прошу прощения. Рендеринг может пройти с ошибками. Ну, программа может зависнуть во время рендеринга. Это одно дело. Другое дело, когда у вас файл полностью отрендерится, но в самом файле пропали некоторые кадры. Иногда я такие файлы заливаю, когда я мало кадров пропал. Вот кто, например, смотрел дуэль Рим против кельтов, там есть один момент, по-моему, где-то на 8 секунд чернота. Это вот программа рендеринга где-то пропала файла. Ну, такую я закачал уже файл. Потому что опять рендерить, это... Сами понимаете. Но бывает, что программа там по несколько, там по 10 минут убирает куски. И там чернота просто. Мой голос, но видео никакого нет. То есть, мне надо заново опять рендерить этот файл. Вот это занимает самое большое время. Ну, и последнее. Последнее это загрузка видео в интернет. Я уже говорил в первом своем обращении, у меня скорость исходящего интернета 512 килобит в секунду. Ну, это... Такой у нас прекрасный интернет в Беларуси. Это просто максимально исходящий интернет. Здесь больше, то входящий, да, там 6 мегабит, 8 мегабит. Это не проблема. Но исходящий у вас будет все равно 512 килобит. И это значит... Вот видео... Например, последнее видео, на данном моменте, когда я записываю это обращение, я сыграл первый финал с Кулкэтом. Там видео, по-моему, полтора часа... Ну, час сорок, если мне не изменяет память. Занимает и 2 гигабайта в итоге весь отрендеренный файл. Так вот, 2 гигабайта у меня загружается в районе 10 часов. Но вот это на самом деле... То есть, это долго, да, но это не проблема, потому что YouTube уже давно поддерживает докачку. И поэтому, если вдруг обрывается интернет, этот файл потом все равно загружается. Но дело в том, что, видите, вот так долго. Но самая главная проблема вот во всем этом рендеринге, вот в этих штуках. Так вот, главная цель моего обращения. Я вот об этом рассказывал одному из своих подписчиков, там общались. Ну, он игрок еще хороший, мы с ним тоже часто играли. И он мне сказал, что, а почему тебе не обратиться к своим подписчикам на YouTube, чтобы они тебе скинулись на компьютер? Ну, я ему на это ответил, что, как бы, я, в принципе, не особо нищий. У меня есть деньги. Вот у меня есть и компьютер тоже. Он говорит, и что? То есть, ну, хоро, он говорит, ну, так покупай компьютер, чтобы быстрее делать видео. Я говорю, то есть, я не собираюсь тратить деньги, просто тратить деньги семьи на то, чтобы купить компьютер для более быстрого рендеринга видео. Для работы у меня вот этого компьютера достаточно. Когда я, ну, когда он устареет, там, через год, наверное, я куплю более новый ноутбук. Но, опять же, не для рендеринга видео, а для того, чтобы на нем работать. То есть, ну, почему мне ноутбук именно нужен, чтобы я мог с ним переезжать туда-сюда, езжу с ним часто. И куплю себе другой ноутбук, на котором я буду также делать работу, не связанную с рендерингом видео. Я не могу потратить деньги только для того, чтобы вы чаще смотрели мои видео. Да, я думаю, что многие заметили, что у меня в моих видео есть реклама. И не секрет, что YouTube платит за показ этой рекламы, вот, владельцам каналов. И я получаю какую-то копейку за то, что вот вы смотрите мои видео, и я получаю за это деньги. Раскрываю секрет этой кухни. Вот эти баснословные доходы, на которые я скоро куплю себе Феррари красные, буду разъезжать, посмеиваясь. Значит, грубо говоря, за каждую тысячу показов, ну, там не показы считаются, но в среднем, я не буду вдаваться в подробности, грубо говоря, за тысячу показов я получу где-то доллар. Тысяча показов – это доллар. Вы можете зайти на мой канал. Кстати, у меня тут открыт. Вот, увидим, на данный момент у меня 366 тысяч 686 просмотров всего вообще за весь период. То есть, вы, наверное, скажете, ага, ты уже 366 долларов заработал. Нет, нифига, я где-то заработал, ну, реально, наверное, 100 долларов на данный момент. Потому что, во-первых, не сразу была подключена эта партнерская программа, и, во-вторых, все-таки там плюс-минус, чуть-чуть меньше доллара. В общем, где-то вот в этом промежутке. И, например, мы можем открыть самое популярное видео. Вот, самое популярное видео «Ползучие майя 24 649 просмотров». Предположим, что с этого 25 долларов я имею. То есть, с видео, на которое я потратил неделю, я получил 25 долларов, причем оно опубликовано 9 месяцев назад. То есть, это же не сразу 25 тысяч набежало, да? Но постепенно набирало. То есть, за 9 месяцев я потом получил 25 долларов. Как вы понимаете, такими темпами что-то накопить и купить нереально в принципе. То есть, я воспринимаю этот канал как хобби. Это, ну, я вам могу рассказывать. Я делаю видео, когда у меня есть свободное время. Я вам рассказываю. Я не, как-то сказать, не собирался это делать своим основным источником дохода. То есть, я это подключил, будет капать денежка просто замечательно. Но, если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, а это вполне вероятно. То есть, тут вопрос, на самом деле, упирается только в мощности компьютера. То 4000 подписчиков. Ну, понятно, что тут есть и мертвые души, и те, кто там. Ну, предположим, пускай 2000 реальных подписчиков, которые действительно постоянно смотрят, комментируют и так далее. Потому что, я вот смотрю, если я размещаю видео, то 2000 просмотров за два дня набирается. То есть, я считаю, что это вот как раз подписчики и посмотрели. Скинутся даже там по пол, ну, в российских рублях сколько там будет, по 30-50 рублей, то, пожалуйста, уже я смогу поставить вот здесь компьютер. Куплю не ноутбук, а просто компьютер стационарный, в котором будут большие, там, 4 терабайта винчестеры, на которые я смогу записывать видео сколько угодно. У меня вообще, на самом деле, у меня видео уже записано много. То есть, идей и записей очень много, что можно выкладывать, но они еще не смонтированы и не отрендерены, потому что, блин, невозможно с этим. Вот, например, тоже с финалом против Кулкэтом, когда я играл, да, приходилось, то есть, я просил сейв, чтобы перекинуть видео на винчестер, чтобы... Причем, еще, кстати, такой момент. Я винчестер и подключаю, вот у меня подключено, через USB. Вот представьте, как-нибудь попробуйте 90 гигабайт через USB перекинуть на другой винчестер. Как у вас будет весело компьютер себя вести. То есть, опять же, на нем ничего невозможно будет делать. 90 гигабайт перекидывать, у меня USB 2.0, ну, это где-то минут 30. То есть, опять же, минут 30 я ничего не могу за компьютером делать. Да, у меня тут есть, кстати, SATA, E-SATA, но ни один из этих внешних винтов у меня SATA не поддерживает. То есть, опять же, там, надо покупать. То есть, это все упирается в средства, которые лично я... Вот, получается, что я трачу деньги на свое хобби, чтобы вас развлекать. То есть, зачем мне это надо? Мне достаточно того, что я и так делаю. То есть, если бы вы не писали, когда новое видео, я бы вам об этом ничего не говорил, не обращался. То есть, тут либо так. Давайте вы не будете писать, когда новое видео, спокойно ждать, когда я все-таки размещу. Либо тогда помогите улучшить техническое оснащение канала, чтобы я мог быстрее делать видео. И вообще, я это, опять же, начал этот разговор не просто так, что вот дайте мне денег скинуться. Если вы зайдете в пункт информации сейчас, вот тут вот информация на канале, вот сверху, когда вы заходите, в видео осуждение информации. Так вот, тут с самого начала канала был написан кошелек Яндекс.Деньги и кошельки WebMoney. То есть, я просто разместил их там для того, посмотреть, будет ли мне кто что переводить, вообще было интересно. И до с апреля, с апреля этого года было три перевода. Во-первых, через WebMoney он мне перевел тысячу рублей российских. Там ник у него в WebMoney Данилка. Данилка, вот там просто Данилка. И он там написал мне в WebMoney проникновенное послание, что спасибо за твое видео, благодаря тебе я перешел на ЦИФ 5. И там что-то типа, прими это пожертвование на развитие канала. Но это было аж в апреле. То есть, я его поблагодарил. Вот эти тысячи рублей там лежат. И через Яндекс.Деньги. Один какой-то пользователь анонимный, ничего не написал, просто перевел 40 рублей. И еще один, мой самый любимый, одну копейку. Поэтому вот у меня уже переведено 1040 рублей и одна копейка. Об этом написано вот тут будет, где информация, что собрано 1040 рублей и одна копейка. Я их ни на что не тратил. Потому что вот когда мне этот человек перевел тысячу рублей, я тогда и задумался, собственно, а на что мне их... Вот он мне их перевел, и что мне? Пиво пойти купить? Так я пиво не пью. Ну, как на что-то еще тратить, но как-то нечестно. Это получается как вот такое поберушничество, когда ты сидишь под церквью, и эти нищие просят деньги, а потом идут в очко играют на них. Так вот, здесь конкретная цель. Собрать деньги, чтобы видео на канале появлялись чаще. Если вы не будете переводить деньги, я не перестану делать видео, поймите. То есть я еще раз обращаю ваше внимание именно на этот момент, что видео будут выходить и без того, что вы будете деньги переводить. Будете, не будете, только в том же режиме, как и было. Ну, не могу я чаще вот с таким производственным процессом, я его описал вам, без вариантов. Да, наверное, некоторые напишут в комментариях, что вот YouTube сейчас ввел возможность делать подписку на канал. То есть есть такая возможность, у меня она тоже есть. Я могу переключить канал на подписку и показывать только подписка платная, естественно. Но лично я не считаю, что это правильно вообще, в принципе. Видео должно быть доступным. Вот то, которое я сейчас делаю. Я не знаю, может какие-то специализированные, узкоспециализированные штуки должны быть по подписке, но вот игровые видео точно нет. Никогда не планировал и не планирую этим заниматься. Поэтому только для того, если вы хотите, чтобы... Даже я бы сказал не чаще, ну, чаще, естественно, чтобы видео выходили более регулярно. Лучше вот так сказать. То есть, например, обязательно там два видео в неделю, чтобы точно было. Вот для этого. Потому что если я занимаюсь какой-то работой, у меня компьютер занят, я просто в отрыве от процесса делания видео. То есть, у меня много работы, и я не могу этот компьютер занять рендерингом видео, записью видео, там, рассказом о каких-то новых стратегиях. Так что пишите в комментариях ваше к этому отношение. То есть, только не надо, я вас прошу, какого-то хамства или... То есть, если вам не нравится вот это, то, что я обращаюсь скидывать вопросы, то пишите, там, ты не прав, потому-то, потому-то, потому-то. Это уже, так сказать, следующий вопрос, к которому я хочу обратиться, но это дальше. Значит, кошельки, куда переводить деньги, должны, по идее, сейчас появиться в видео, но и они есть в описании к этому видео. Можете увидеть или в описании канала моего. Только Яндекс.Деньги и WebMoney. WebMoney, кошельки евро, российские рубли и доллары. Я не знаю, других PayPal я не могу в Беларуси сделать, каких-то других тоже платежных систем я не знаю. То есть, если вам что-то другое удобно, то... А, да, еще совсем забыл. Возможно, вот, ну, то есть, я сейчас обратился к моим постоянным зрителям, там, скинуться. Возможно, кто-то хочет просто рекламу разместить. Или, знаете, вот есть сериалы, например, я скачиваю, смотрел «Теория большого взрыва». Вот один из моих любимых сериалов. И там озвучка, она бесплатная, то есть, Кураж Бомбей озвучивает этот сериал. И он иногда говорит, что при поддержке эльфа-торговца. То есть, какой-то чувак, видимо, переводил деньги на озвучку этой серии. И вот поэтому он в серии говорит, что вот при поддержке эльфа-торговца. Поэтому, если кто-то хочет вот в таком виде... Например, я буду делать видео. Там, стратегия по игры моногородом при поддержке орка-сластолюбца. Предположим. Или, ну, вы свой сайт можете рекламировать. Но это давайте уже, хотя бы если больше 100 долларов... Ну, то есть, напишите мне сначала. То есть, если кто-то хочет вот в таким образом поддержать канал, пожалуйста, я готов предоставить место для рекламы. Все равно это будет идти как бы не мне, грубо говоря, в карман деньги. Я все равно это буду откладывать на компьютер, чтобы сделать более регулярный и более частый выпуск видео. Пожалуйста, есть такой вариант, чтобы не напрягать подписчиков и требовать деньги. Пишите мне тоже, наверное, e-mail сейчас появляется где-то в видео. И в описании к видео есть. Жду ваших предложений. Дальше по поводу... Это вот основное мое обращение было, ради чего я, собственно, делал это видео. Дальше более мелкие вопросы, но их тоже надо решить. Значит, вот я потихоньку перешел к комментариям. Иногда в комментариях появляются матерные комментарии, хамские. В общем, я это все стираю и вас сразу предупреждаю. Здесь люди интеллигентные собрались, и не стоит наезжать друг на друга. Все вопросы можно решить мирным путем. Тем более, что вы друг друга не знаете. Вы, как-то сказать, никто не хочет друг друга обидеть. Просто относитесь вежливо к друг другу. Не надо наезды. Вы можете на меня наехать. Ну, опять же, если хамство, я этот комментарий стираю. Но критику я приветствую, вы это прекрасно понимаете. И вставляю потом исправление в видео, когда мне дополнения идут. Просто есть такие комментарии иногда, ну, их неприятно читать. Кажется, человек вроде и по делу написал, но вульгарно, хамовито, что ли, что... Ну, не хочется его оставлять в треде. Поэтому критикуйте меня на других комментаторов. Не стоит наезжать, даже если они какую-нибудь глупость написали. Я сам разберусь с комментариями, что не нужно, сотру. Спасибо, что вы за меня заступаетесь, но я и сам могу за себя постоять. Вы лучше обсуждайте циву. Да, и еще хочу... Значит, желательно... Я еще стираю комментарии не по теме видео. Тоже был такой случай месяца два назад, по-моему. Каким-то дуэльным видео человек начал там задавать вопросы... Ну, по цивилизации, естественно, но вообще... То есть там какие-то банальные... Там, как развиваться через традицию, когда видео про волю и так далее. Я ему сказал, ты посмотри мои... То есть все его вопросы, которые он задал, он их задал много. На них ответы есть во всех моих других видео. Я ему говорил, посмотри эти другие видео. На что мне отвечает, типа, что я обязан все твои видео смотреть? Нет, конечно, не обязан. Но и я, и мои зрители не обязаны тебе отвечать в комментариях, которые не по теме этого видео. Это все-таки не форум. Если вы хотите таким образом познавать, не через видео, так идите на форумы. Очень много ресурсов есть по цивилизации. Я, кстати, тоже когда-нибудь планирую про это видео сделать небольшое. Рассказать вам о том, где в сети можно что интересного посмотреть. Так вот, там, пожалуйста, там текстовое общение. Но прийти на видеоканал и возмущаться тем, что я, типа, что, я должен у тебя видео смотреть? Это, мягко говоря, странно. Если кто-то считает, что я ему обязан в комментариях разъяснять все нюансы цивилизации, а он не будет смотреть мои видео, то вы лучше сразу отписывайтесь от моего канала, потому что такого не будет. Это видеоканал. Здесь смотрят видео. Вот такая логика. Есть форумы, сайты. Сделайте поиск по гуглу, и там спрашивайте, вам там с удовольствием ответят. Я же к своим видео хочу, чтобы в комментариях были комментарии именно по этому, то есть вопросы, уточнения, чтобы вот человек посмотрел, а потом в комментариях мог еще какую-то дополнительную информацию по этому видео узнать. То есть я вот так задумывал свой канал. Ну и сразу еще стираю все комментарии по поводу пиратских версий цивилизации, где скачать, где таблетку и так далее. Если вы смотрели мое предыдущее обращение, вы знаете, что я за авторское право, а уж по поводу цивилизации, на которой мы с вами столько много времени проводим, не купить лицензионную версию, вообще это нонсенс. Я в своих первых видео, когда у меня там было 100 подписчиков, 150, говорил, что если вы хотите играть по сети, то обращайтесь ко мне. Теперь я пожинаю плоды этого обращения. Теперь, когда у меня больше 4000 подписчиков, ко мне каждый день штук по 10 людей пишут в личку, типа давай, я хочу с тобой сыграть. В общем, в сети я теперь играю с другими людьми, только давая объявления в своей группе в Стиме. Я даю объявления, Леша играет, собираю людей, и кто первый отвлекается, тогда я с ними играю. Потому что вы сами понимаете, сыграть со всеми просто нереально. Ну вы поймите, 4000, конечно, немного, и 10... Ну вот, я могу сказать, что в Стиме ко мне каждый день добавляется по 10 человек, еще примерно столько же присылают приглашения сыграть в игру, пишут, обижаются еще, если я отказываю. Не знаю, вы уж извините меня, ну, не резиново, не могу я порваться. Видите, я хоть... Я даже в турнирах, которые обязаны сыграть, как бы, чтобы вам показать, и то задерживаю, потому что записывать некуда иногда. Ну, я вам уже это все рассказал. Так что путь со мной сыграть только такой. Вступить в мою группу в Стиме и следить за объявлениями в группе. С другой стороны, у меня в группе очень много сильных игроков других. Я вам советую играть с ними. Не я единственный. То есть я просто... Ну, я умею хорошо рассказывать, рассказывать, показывать. Но людей, которые хорошо играют в цивилизацию, не выходят из игры, тоже множество. Я, собственно, для этого и создал группу. Я ее не... То есть я... Они рассказывают только вот вам в видео. Мне не надо там много людей. Вот у меня в группе на данный момент чуть меньше двухсот человек там. Я без зазрения совести сразу удаляю из группы тех, кто там, кто выходил, кто не явился доигрывать сейв, когда мне сообщают другие игроки. Мне не надо там много людей. Мне надо только, чтобы там были люди, которые хотят играть. Неважно, сильно, слабо. Вы всегда сможете себе найти там соперника по силе. Я не могу со всеми сыграть. Извините, пожалуйста. Так, как попасть в группу? У меня постоянно там... В группу в Стиме по приглашениям можно вступить. Приглашение могу выслать только я. И мне постоянно в личные там... Вконтакте, на Ютубе тоже пишут, как попасть к тебе в группу, когда там только по приглашениям. Причем остальные люди, которые в группу попали, каким-то образом догадываются. Поэтому я вам сейчас говорить не буду, потому что это... Ну, это элементарный... Элементарный тест на сообразительность. Таким образом, я тоже отсеиваю людей, которые не могут догадаться, как попасть ко мне в группу. Вот у меня есть группа в Стиме. Вконтакте я хотел вас спросить, как бы я лично больше пользуюсь Фейсбуком. Для меня Вконтакте вообще неинтересная сеть. И по этому поводу вопрос, надо ли сделать еще группу и в Фейсбуке. Будете ли вы в нее вступать, и стоит ли этим заниматься. Когда начну играть в World of Tanks? Ответ очень простой. Никогда. Вот еще хочу обратиться к вам за помощью. Мне многие писали, что у меня уникальный канал. Спасибо, спасибо. Действительно, я искал очень... Искал какие-то... Вот недавно абсолютно был коммент, где чувак говорит, Леша, посоветуй мне еще другие каналы такого же типа, как у тебя. Я ему ответил, может, лучше ты мне посоветуешь такие же каналы такого же типа, как у меня, потому что я бы их сам с удовольствием посмотрел. Русскоязычных каналов по цивилизации нет вообще в принципе, вообще никаких. Англоязычные есть, но лично для меня они немножко нудноваты. Но там чуваки нормально рассказывают. Тоже вот когда я соберусь сделать видео по ресурсам про цивилизацию, я там и о каналах расскажу. Мне кажется, у меня и самые интересные, и самые веселые. Вы уж извините за... Как это не относится к цивилизации. Ну, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Поэтому мне бы хотелось как бы и англоязычную аудиторию охватить. Но делать видео на английском языке я просто не в состоянии... Я хоть и неплохо разговариваю по-английски, но на трехчасовые видео по циве моего словарного запаса явно не хватит. У меня есть только, как бы, что мне пришло в голову. Единственный такой вариант. YouTube делает автоматически титры к видео. Автоматически. Ну, и, соответственно, раз я говорю на русском, он делает автоматические титры на русском языке. Он их делает очень коряво. То есть он не все слова, видимо, разбирает. Ну, и там как-то додумывает сам себе... Ну, что вы хотите, машина-автомат как-то себе додумывает и коряво их делает. Так вот, хотел бы обратиться к вам. Если у кого-то есть время и возможности, то я бы у себя сохранял эти титры в текстовом файле, пересылал вам, и вы бы их правили просто... Ну, слушали видео, которое я говорю, и правили их нормальными словами. Я понимаю, что это трудоемкая работа. У меня нету времени. Я бы сам этим занялся, но у меня нету времени. Я лучше видео новое сделаю. И вот, когда исправленное я обратно закачаю, то автоматический перевод на английский, я думаю, будет более-менее вменяемый. Потому что, ну, есть перевод на другие языки. Если нормально отредактировать текст на русском языке, то, видимо, по-английски тоже хоть более-менее будет нормально. Поэтому, если кто-то готов с этим помочь, тоже пишите мне на e-mail. Но это не с нынешними видео, а когда уже аддон выйдет, когда я к ним буду делать видео, тогда это понадобится. Потому что... Слышите звук? Это траву просят на улице. Потому что сейчас пока вот к этим, наверное, бессмысленно делать. И последний вопрос. Меня спрашивали... У меня часто пишут, что какой у тебя классный голос, тебе бы на радио работать. Ну, я вам говорил, что я для компьюлента делаю подкасты. И еще был вопрос, есть ли аудиокниги в твоем исполнении. Да, есть аудиокниги. Точнее, есть одна аудиокнига, всего пять глав книги Стивена Хокинга про сотворение вселенной. Не помню, как она называется. Ну, честно говоря, я не скажу, что я там очень уж удачно начитал. Но так получается, что на данный момент это... В моем исполнении это единственная аудиокнига. Больше других исполнений этой книги нет. Потому что книга сложная, и больше никто за нее не берется. И всего пять глав. И есть еще такие небольшие, что ли, рассказы. В общем, вы просто заходите на Рутрекер, делаете поиск Алексея Халецкий, и там найдется несколько штучек, вот если вам интересно. Все, кажется, на этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Опять обращение довольно длинное получилось. Я рад, что у меня такие классные зрители. Буду стараться вам соответствовать. Ну, и вы мне помогаете, даже без учета вот того, что я клянчу денег на компьютер. Более важно рассказывать о моем канале, давать на него ссылки, потому что иначе другие люди просто о нем не узнают. То есть вы мои помощники в распространении внимания к цивилизации и вообще к умным играм. Я, кстати, не собираюсь зацикливаться только на цивилизации, естественно. Но, опять же, все упирается в технические возможности. У меня просто нету возможности охватить большее количество игр на данный момент. Но кое-что есть, там обзоры какие-то. Надеюсь, оно все будет. Все. Еще раз спасибо за внимание. Играйте в умные игры. Спасибо. Спасибо.